А вы знали, что под конец года мы получим новые эпические карточки в свой состав? Или то, что компания с Дика уже началась, но его карточку мы не получим? На самом деле, интересная ситуация складывается, потому что, опять же, сезон вроде бы протекает, но чего-то кардинально нового, не сказать, что прям много. Но в то же время витает тот или иной контент, который ожидает нас в рамках этого же третьего сезона, но о котором мы, возможно, были не в курсе, потому что упоминание о нем проскакивало очень-очень маленькое. И поэтому сегодня предлагаю поговорить о контенте, который мы получим в будущем, который уже есть в игре, но мы его не получили и не получим, и который успели получить в прошедший четверг, а именно вчера. Обязательно досматривайте ролик до конца, ибо есть возможность узнать много чего интересного. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находите здесь впервые, ну а мы начинаем. Для начала пробежимся быстренько по контенту, который получили вчера, в прошедший четверг, а именно оперативное обновление с обновлением паков и ивентов. Таким образом, мы получили последнее обновление команды недели по итогам матчей Лиги Чемпионов, по крайней мере в этом году и по итогу матчей группового этапа. Команду недели по итогам матча чемпионата, возможно, мы сможем наблюдать еще в следующий четверг, но Konami пока что не объявляли, как они будут работать в преддверии нового года. Также в игре добавили новые паки по Бразилии и Турции, и вместе с этим появились соответствующие ивенты, как в онлайне, так и в офлайне, за которые дают бесплатные крутки, ранее упомянутых паков команды недели, и также золото и очки прокачки. С момента проведения в игре хэллоуинской кампании, в игру вернулся соответствующий ивент с исполнением пенальти, теперь в более праздничной, рождественской-новогодней обстановке. Да, помимо того, что мы сбиваем пенальти в рамках Круга Почета, в игру также вернулся отдельный ивент со всем этим делом. Что же касаемо следующей недели, стало известно о том, что уже в понедельник мы получим новый шоу-тайм-пак, и в принципе не обычный, а с игроками клубов Лиги Саудовской Аравии. По крайней мере, главная тройка шоу-тайм-игроков будет представлена именно из этих команд. Уже стали известны фамилии Криштиану Роналду, Галло Канте и Калиду Кулебали. Пока что трудно представить, какой именно это будет шоу-тайм-пак, то есть каким конкретно навыком, потому что здесь собран нападающий полузащитник и защитник, и поэтому я не исключаю такой возможности, что это будет просто обычный шоу-тайм-пак с конкретными бустами для каждого из игроков, и без какого-либо нового навыка. Но сам факт того, что с появлением Аль Нассера в игре, Роналду стал чуть-чуть почаще получать новые карточки, та же самая дефолтная карточка обновилась, его карточку мы получим за исполнение Круга Почета, и вот теперь в соответствующем шоу-тайм-паке. Ну, посмотрим, насколько интересна она будет. Думаю, желающий выкрутить ее будет немало. Немножко о контенте, который мы уже не получим, но который также появился в игре за последнее время. Это та самая эпическая карточка Зика, о которой мы разговаривали в предыдущих роликах. Небольшая предыстория. Еще давным-давно Ренан Гальвания анонсировала, что в игре будет отдельная кампания, посвященная Зика, но в указанное время она не появилась, после чего появились у нас сомнения. После чего эти сомнения были развеяны соответствующими публикациями Зика в Твиттере, и уже затем вся эта история немножко подутихла. Но уже в этот четверг история вновь возобновилась, и нам стало известно о том, что в игре все-таки начали раздавать бесплатную карточку Зика, но с одним конкретным условием. Только для игроков из Америки, Мексики и Бразилии, то есть для игроков Америки, Северной и по сути Южной. Чем это вызвано, почему Канами решили раздавать карточку только для игроков из этих, грубо говоря, регионов, из этих стран, остается непонятным. Но факт остается фактом, бесплатного Зика мы не получим, ни в той, ни в иной форме, и одна из эпических карточек прошла мимо нас. С одной стороны, конечно, жалко, потому что у Зика приятная моделька в этой игре, но в то же время в третьем сезоне нас осыпают достаточно неплохим количеством эпических карточек, которые мы можем получить всего-то, заходя в игру и делать какие-то небольшие действия. Опять же, это тот же самый круг почета, где мы получили Неймара, получим Марадону и Костокурту, и, что самое главное, отдельный факт с эпическими игроками. Это то, о чем я также хотел поговорить. Если обратить внимание на отдельную статью, посвященную Зимней кампании на официальном сайте игры, то там, в принципе, проскакивает интересная строчка. Специальный подарок за вход. Входите в систему в течение каждого периода и заработайте до четырех случайных сделок, с помощью которых можно подписывать футболистов из списка особых игроков, куда включены эпические футболисты. То есть, Канами говорят нам о том, что игроки смогут получить бесплатные крутки пака, состоящих из эпических игроков. В связи с этим возник небольшой вопрос, какой конкретно будет представлен пак, то есть, состоящий только из эпических игроков, или, грубо говоря, из 150 игроков, и только трех эпических, и как раз-таки четыре попытки дается на его крутке. Но стоит отметить, что конкретно в статье это не уточняется, поэтому что первый, что второй вариант, они, в принципе, оба вероятны. И какой итог мы можем сделать из всего ранее сказанного? Несмотря на то, что опять происходит эдакая информационная засуха, потому что никаких слухов вокруг игры не витает, касаемо релиза тех или иных режимов будущего сезона, все равно Канами хоть как-то, но продолжает наполнять контентом третий сезон, из-за чего его можно назвать уже намного лучше, нежели предыдущий сезон, а именно второй. И количество контента, который мы получим чуть попозже, который получают некоторые игроки, уже можно назвать таким неплохим, и в целом позволяющим хоть как-то, но игру разнообразить. Ну и, в принципе, прошлогодний опыт показывает, что под Новый год и под Рождество Канами особенно щедры, поэтому до 31 декабря, я думаю, с контентом особых проблем не будет. А вот что будет уже после 31 числа, весь январь, вот там-то, скорее всего, засуха и будет. Но поживем-увидим. Опять же, ваше мнение буду ждать в комментариях под этим роликом, какого игрока хотели бы получить из пака эпических игроков, если такой и будет. И что думаете по поводу компании Zico? Справедливо ли поступили с нами или же нет? Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. И я же всех благодарю за просмотр и вашу активность под роликом. Желаю вам всем удачи, и услышимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok